И снова всем привет! Мы проходим специальный мануальный массаж и сейчас будем рассматривать антисулитный массаж. Обычно он делается для девушек. Это бедра и ягодицы. Редко на икрах бывает. В основном мы с икр гоним лимфу вверх. Потом это вот бока здесь, живот спереди делается. У некоторых бывает еще на руках с задней стороны и щеки и нижняя часть челюсти. Это когда уже совсем запущенная стадия. Но сейчас мы рассмотрим бедра, живот, поясницу. Я, кстати, в семнадцатом году получил диплом. Былший массажер с года. Как раз мы делали антицеллюлитную программу. Вот и кубок таким наградили. Делали антицеллюлитную программу для женщин. Замеряли их живот, талию, ягодицы, каждое бедро и коленную часть над коленкой. До сеанса. Сеанс длился два часа, но там месяц с обертыванием. И после. И как раз очень конкретно было заметно, у кого насколько похудел пациентка. Где-то тут уже на 6-7 сантиметров убралось даже. И ягодицы у кого-то чуть ли не 9 сантиметров убралось. Здесь по 3, здесь по одному сантиметру ушло. Потому что мы делали с ингибитором жира. То есть используется специальное средство. Ингибиторы жира, сейчас они его не выпускают, но мы даже на себя его использовали. То есть там прям плавится подкожно-жировая плетчатка. Сами во время работы на себя намазывали, пленкой обсягивали. И тоже во время работы худеешь, потом просто выжимаешь, и все как вода вытекает. Сейчас эта компания перешла в компанию Целуе, называется. И у них немножко другие средства. Соответственно, видно вот прям результат, да, уже еще по подбородку, по телу. Сейчас где-то там. Вот как бы до и после, да. Ну это после уже десяти сеансов, наверное. Вот видно, насколько разгладились складки, да. Живот ушел до и после. Видите, как бы потянутый живот стал. Вот. И соответственно, там средства есть разных компаний. Обычно вот двухкомпонент используются горячие с перцем и холодные потом делаются для обертывания. Мы, ну тут стоимость накидаем. Потом я вас уже отдельно познакомлю, кому будет интересно, да. Тут много компонентных средств. И там у них есть и для лица, для лифтинга, подбородка и щек. Ну это прайсик. И двухкомпонентных для ног и инсулитного массажа. Ну мы используем, сейчас вот будем использовать обычные средства. Продаются практически в каждой аптеке. Ну их тоже много разных, разных компаний. Они с какими-то разными компонентами бывают, да. Вот потом можно вот термомаску использовать для обертывания. То есть сначала мы сделали, и потом для проблем на зон написано расщепление жиров, эффект лифтинга. Установить и насыщить кожу. А вот это мы будем использовать непосредственно для нанесения на тело, да, и для массажа. Начнем у нас будет несколько сетов. Начнем с ручного массажа, а потом все какие-то дополнительные средства. Потому что, да, потому что целлюлит это на самом деле такая комплексная проблема. Надо будет ее решать тоже разными методами. И даже изнутри принимать витаминки с коллагеном, с гиалуроновой кислотой, с эластином. Есть компания такая NSP. У нее как раз вот такой продукт внутрь принимается для поддержки, да. Подкожной клетчатки есть. По-моему, он там называется Cell. Но я тоже потом ссылки скинул на эту компанию. Так, ну давайте с двух сторон сразу начнем. Да, а вы с той стороны начинаете. Вот, это не реклама, поэтому все обертки, лейблы, бренды закрываем. Вот, ну, как правило, да, опять все вместе с растиранием быстрого, энергичного. Прогольная, поперечная. Согреваем кожу и вместе с ягодицей тоже. И все уводим, лимфы всегда уводим вот туда, в паховую зону, здесь в паховую зону и в коленки. Да ничего, она сейчас разотрется. Хорошо, хорошо. Вот, отличие от массажа заключается в том, что меньше мы делаем разминающие движения, да, и практически не на мясо воздействуем, да, не на мышцы, а на кожу. То есть мы будем больше, как бы, кожу именно захватывать. Зону условно делим на три части. Внутренняя часть, медиальная бедра, средняя, задняя зона, да, тыльная сторона бедра, где бицепс бедра находится. И зона галифе. Вот, также его можно назвать скульптурирующим массажем, либо формообразующим, да, потому что вот убираются вот тут вот галифе зону, да, убираются, бывают вот уши такие торчат у женщин, да, висят, как бы, подвисают немножко, они так подтягиваются вверх. И попа подтягивается вверх. Может, фото до надо было сделать и после? После. Ну, сзади населся. Посмотрим, да, дальше. Измерим левую и правую ногу, у кого больше ушло. Одинаковые мне ноги нужны. Качественно это отработал. Так, и, соответственно, в отличие от массажа, больше включается на одной, на одной зоне, вот, например, да, лапы леопарда, шестеронки вот эти вот мы прорабатываем достаточно быстро и энергично. Вот, наша задача, чтобы все покраснело, быстро все туда, потом техника утюжки, это когда вот кулачком мы ведем вот так вот мягко, вот так мы же пожестче. Прямо вот натираем, натираем. Да, массаж этот энергичный, энергоемкий, то есть мы сами достаточно пропотеем. Ты прямо это очень сильно делаешь. Это красно мне уже. Это болезненно. У меня уже красно. Да, еще один нюанс, это если вены расширены, да, варикоз у человека, ну, как правило, бывают задние, стыльные стороны коленки, либо ниже, да, то, соответственно, массаж по этим зонам нельзя делать, и ниже опухших вен тоже нельзя делать, а только верхнюю часть делаем. В таком случае мы просто икроножные мышцы выключаем из массажа, начинаем только с бедра. Растираем быстро, энергично даже, вот так вот можно. С первой зоной, которая внутренняя, чуть помягче, она болезненно бывает. Терпимо? Терпимо? Вот, вот сразу видно, да, гиперемия. С кольцом делает, ну, молодец. Там у меня же круглая, без кольца. А кольца с камнем острым. Да, круглая же. Даже все же круглая. Короче, у меня еще золотой массаж. Так, теперь вот этот наш прием расщепили, захватили и соединили, расщепили, 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 соединили. Приподняли, и с вибрацией. Какая красивая. Кольцая, от самого хода, плохо. Стройная. Ох. И гоним отсюда тоже. Лимфу вот сюда. К лимфу узлам под коленом. Нагнетаем, нагнетаем сюда вот. И с помощью выжимки отработанную часть лимфы уводим вниз. Вот, взяли плотно. Прижимаем прямо вот, где возможно, к столу. Двигаемся медленно. Да, ты как-то крутишь туда-сюда. Надо прижать, вот, и прям вот выжимка, выжимать. Мы выжимаем все соки вверх. Вот кончиков пальцев, ближе к животу, в пахную зону, вот туда вот выжимаем. Так, подушка лежит у нас гибель, чтобы она отдыхала. Далее используем такие щипки. Вот именно не мясо, а кожу берем, да? Можно прямо вот так захватывать. Или вот так вот. Терпимо? Вот, да, с вами это хорошее покраснение. Эффект правда есть. Все уже куда? На лице? Мы снимаем видео, ты нас отвлекаешь. Дальше можно использовать, как дополнительное средство, это креольские палочки. Тут за счет того, что внутри цепочное вещество проникает глубже от удара, за счет инерции, да, проникает глубже, и там расщепляют дыровые клеточки. Вот, синяков не останется, потому что мы покрываем всю зону целиком. А вот на стороне, не надо менять амплитуду. Да, пока мы ложками попробуем. Палочками также можно сделать выжимку. Вот так вот, протянуть. И вот сюда. Палочками также хорошо вот так вот соединять. Вот раз. И захватываем кожу. Ну, соответственно, так проверяется, где целлюлит есть. Или нет, да, вот сжимаем вот так вот, и вот видим величину вот этой апельсиновой корочки, да. Ну, вот у тебя почти нету, да, практически нету. А там есть стадии, да, где-то они будут глубже, и прям явно видно, что апельсиновые такие как бы дырочки, да. А где-то четвертая стадия, где вы вообще уже сжать даже не сможете, даже не сможете взять, потому что прям корочка образуется. Да, даже не надо сжимать, она ее ищет тебе. У Кристины, да, или у Кристины? Да, у Кристины? А, нет, у Лены, у Лены, которая... Да, какая разница. Ладно, не отвлекайтесь. Так, и, естественно, используем эти шлепковые техники, да, шлепаем прямо не щадя. И теперь показываю двумя руками на два такта, получается, вверх-вниз, вверх-вниз. Подожди, я сейчас пока один, чтобы услышали. Слышите, чтобы услышали, что мы видим. Так, попробуй. Здесь начало одной рукой. Во-во-во-во, ну, получается, в принципе, получается. Вот тут не очень красная еще, подкрасни. Подкрасить, да. Подкрасить, да. Стройная, стройная, красивая. Ты глушаешь? Да. О, какая красная. Да, я с ним перелюсь, а то все. Да, покраснение явно заметно, но теперь нам придется действовать немножко по очереди, потому что формируем из ноги цифру 4, вот сейчас 4, да, и обрабатываем зону галифе. Здесь как раз идет большой бедренный тракт. Вот так же кулаком снизу-вверх. Можно подключить локоть. И обрабатываем теперь тату-зон. Все точно так же. И вот такие вот, не забываем, шестеренки, прям на одном месте, долго-долго-долго. Вводим до состояния, когда человек почувствует пациент для ней. Женя, да, или такую подкожную зуд. Это значит, начинают делиться клетки и начинают работать наши подкожные клетчатки. К слову, скажу, что от чего получается апельсиновая корочка. От того, что у нас в дерме, верхний слой эпидермис, потом дерма, это достаточно широкий слой, да, и там жировые клетки. Они, как грузди винограда, примерно все одинаково размерчик эти клетки, да. Но когда возникает целлюлит, за счет того, что жиры увеличиваются, и одни из груздей начинают крупнее, крупнее становиться, да. А питание в итоге через них проходит меньше, к самому кожу, да. И подкожная сеточка, там такая сеточка, эластиновая, да, она начинает расширяться и где-то не рвутся. И вот эти жировые клетки начинают выступать. Вот, поэтому наша задача для такой силы сделать, чтобы этот пузырек с жиром лопнул. Крупный лопнет, мелкий останется. Соответственно, поэтому делается жестко, девушка должна терпеть. Чтобы получить эффект, надо делать достаточно часто, буквально через 2-3 дня. Каждый сеанс назначать, минимум 10, обычно, да, так, ну, от человека зависит. Все индивидуально. Второе занятие уже так болезненное. Да, да, поэтому 2-3 дня перерыв, чтобы было не слишком больно. На следующий день будет вообще очень больно. Так, давай меняемся. Вот, повторяй. А в следующем сете мы рассмотрим поясничную зону. С вами был Олег Гудвин. И снова с вами Олег Гудвин. Мы проходим антицеллюлитный массаж, да, и вот есть небольшие нюансы для, чтобы он перешел в скульптурирующий массаж. Это я вам уже говорил, зона галифеда висит, да, и складка слишком явная бывает у женщин. Да, вот, все хорошо, вот она молодая. Тут бывают две даже складки, они прям вот как бы проваливаются, подвисает ягодица, да. А здесь подвисают вот эти мышцы, такие ушки получаются, да, внутренние. Поэтому им отдельное внимание уделяем. Чуть ножку развернули вот так вот, да, мышцы крепятся, смотрите, где-то вот здесь. Поэтому вот отсюда мы начинаем ее отдельно разминать и вот туда ее поднимаем, прям поднимаем. Вот, достаточно бывает одного сеанса, чтобы девушка увидела эффект. Ну, как правило, мы все делаем по 10 сеансов или даже по 20 сеансов, да, поэтому эффект будет более долговременный. Ну, кстати, сейчас посмотрите, уже видно, есть, насколько тоненько тут стало. Не, 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 сверху, сверху надо, сверху. Да, да, по сравнению с той ногой даже есть. Сверху, видишь, насколько тоньше, чем здесь. Вот, видишь, тут подвисает, вот, ушел. Видно, да? Да. Вот, и теперь вот эту часть тоже, значит, мы делаем цифру 4, вот, гонимся вот туда. И потом, чтобы скульптурировать пупу, чтобы она была упругая и вот так приподнятая, да, мы просим поднять ногу вот так вот. Держи на весу, держи. И в этот момент, видите, мышца напряглась, мы ее дотянем вверх, вот эту мышцу там толкаем, выжимаем вверх саму мышцу и поднимаем вот туда. Быстрее, 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 таким движением. Выше, выше могу, да. Выше и чуть-чуть в сторону вот так вот, вот таким углом, да. Да, да, вот держись. Устала держаться? Устала держать? Опускай. Нелезно. И вот пошла гиперемия, и мы все лишнее ввозим потом в паховую зону, да. И сюда вот вводим. Видите, складки вообще не видно вот этой. Разгладилась. Тря мягко переходит, разгладилась кладочка. Вот, ловись, такие нюансы, а сейчас будет сет номер два. Это обертывание спиндингом медовым. И снова даю свет. С вами Олег Гудвин. Значит, смотрите, в антицеллюлитном массаже все средства хороши. Я уже говорил, даже это комплексная проблема, и поэтому нам надо как можно сильнее пробить. Бережем свои руки за счет того, что использую, допустим, палочки. Креольские палочки от креольского массажа, да. Вот пробиваем. Синяков не останется, потому что мы плотно вот. Покрываем всю ногу, ягодицу. Бамбуковыми, вениками. Да, бамбуковыми, вениками. Также можно, также можно ложку использовать, например, для прошлепывания и для поднимания мышц. Вот, конечно, масло надо хорошо измазать, да, чтобы... Не тянуло кожу. Да, шепку натянуло. И вот массаж ног ложкой. Дальше можно использовать вот такие вот молекулы. Вот тут видите, сколько много выступающих частей. И прямо вот натираем. На самом деле, чувствуешь, да? Массажеров огромное количество. Их можно найти. Разные формы и на колесиках там. И по четыре, и по пять бывают вот этих вот рожек там всяких, да. Также можно использовать, например, колесики. Роллеры такие. Они... Разные, например. А, вот шарики у тебя есть, такая, да? Например, такие с шариками. Вот эта поверхность, видите, она такая гольчатая. Мы собственные ладошки еще стимулируем, да. Так, сейчас одену. Тоже хороший сток. Угу. Шарики-то. Вот. И я человека обычно предупреждаю. Так, а теперь включаем ток. Дефибиллятор пошел. Раз. Вот, натеряется хорошо. Только учите, что в банке суетом массажа все делается быстро, энергично. И в основном на поверхность кожи, да, не на мясо мы воздействуем, а на поверхность кожи. Вот, видите, как сразу покраснело. Также можно использовать и всякие вот такие поточечные способы. Это обычно для спины используется, да. Но почему бы нам не простились таким эспандером. И также некоторые берут вообще терку, такая доска, терка для стирки белья, да. Ей натирают. Вот можно использовать расческу. Что она тут лежит? Расческа не для, как бы для волос, да, но у нее, видите, шарики на конце. То есть она, так и называется, массажная расческа. Не только по волосистой части. Голову можно водить, а можно и натирать вот здесь. То есть, вот, ими способом хорошо, терпимо. Вот, чтобы покраснело. Олег, а перкуссионный, если используя, то какую насадку? В интербане целлюлитный шарик? Перкуссионный, любую насадку, вот, лусу двойную такую. Винку? Да. И также используются и банки. Банки. Баночный массаж. Ну, любые, они бывают, я там силиконовый унес в другую комнату. Да, самое. Да, ну, чуть поменьше на жорче. Самодейственное. Самодейственное, да. Банки бывают разные. Ну, сейчас вам принесу еще одну банку. Телеконов? Да. Так, вот такой банкой, да. О-о-о. Сильно прососал, да, давай полегче. Вот, чувствуется, да? У-у-у. Вот, ну, есть специальная схема в интернете, как, по каким линиям вести, да? Ну, в принципе, наша логика такая, что все движения идут снизу вверх, да. Здесь уходим в похожую зону сюда, в похожую зону сюда. Тут по бокам уходим вниз, в сторону, да. Если массируем мышцы, то, соответственно, по продольным мышцам вдоль мышцы. По трапеции, вдоль трапеции. Ну, вот, логика простая, на самом деле, да. Все детали хороши, все приемчики хороши, да, поэтому я с вами не прощаюсь, с вами был Олег Гудвин. Будем использовать еще в следующих видео еще кое-какие нюансики. А вы не отключайтесь, оставьте, жмите на колокольчик там, да, и ставьте лайки. До новых встреч, друзья. И снова здорово, дорогие другие, подруги. Здравствуйте, смотрите, мы сейчас будем делать интересную смесь медового для пилинга во время антиселлюлитного массажа. В смеси продаются очень разные, для обертывания, да, их очень много, но вот можно сделать такую самостоятельно. Это мы ложечку взяли кофе, перемолотый уже использованного, да. Сюда добавим мед. Вот, вот, помешаем. Мед желательно не только жидкую фракцию такую, да, а еще и погуще зачипнем, чтобы он был такой погуще немножко, да. Сюда добавим соли. Ложечки достаточно. Чайные ложечки. Соль, она гидроскопична, она, то есть, для пилинга использовали кофе. Мед вытягивает все из-под кожи, соль, она тоже вытягивает влагу, впитывает на себя, да, и соды немножко для защелачивания, буквально пол чайной ложки. Чтобы процессы пошли бурнее. Все вот так намешиваем. Это кофе, да? Да, с кофем, с медом все смешали. Соль, сода, да? Кофем многовато, да. Ну, продаются пилинги с абрикосовой косточкой молотой, там, виноградной косточкой молотой. Друзья, мы снимаем видео, не болтайте там. И, соответственно, разворачиваем видео. И получившуюся смесь нанесим, то есть, уже во время нанесения уже получается эффект пилинга. Да, потом душ, либо влажные салфетки можно вытереть. Там щитка, наверное, да, вот размножим. Вот, и поскольку это было с медом, средство, да, то медовый массаж, он шлепками делается. Мы как бы прикрепляем кожу и должны отлепить вот так. Немножко жидковат мед. Вот, да, да, вот так вот, да, да, вот такие движения, такие, как рыбка такая. Вот, ставьте на паузу. Ну, и потом можно с этим, с этим средством сделать вот обертывание. Я просто для демонстрации полностью оборачивать ногу не буду, да. Вообще там надо и поясницу включить, и живот включить. Так, раз, опускай, пускай ногу. Так что я полностью не буду, просто, просто покажу. Ну, пару оборотов, да? Да, пару оборотов достаточно, да. И даем полежать девушке минут 15, здесь 15 минут, в принципе, достаточно, потом отправляем в душ. Либо можно одеть брюки сверху, да, она дойдет до дома, и, в принципе, дома сама снимет, и уже примет душ. То есть пусть она подъездит подольше. Чем больше, тем лучше. Вот, так ясно. Милее домой приходила. Да, 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 такая милая приходила домой. Да? Да. Вы так делали, да? Да, да, да. Вот, ну а сейчас вы попробуете, вот средство осталось для пилинга с обратной стороны, а ты пока полежи, позагорай. С вами был Олег Лавгудвин, на канале Академии телесанитированных практик. У нас еще есть очень много всяких секретиков, поэтому подписывайтесь, будьте с нами, друзья. До новых встреч! Итак, продолжаем обучение антиселитовому массажу. Сет номер 2. Это поясница, да, с этой стороны тоже. И ягодицы прорабатываем, да, все уводим, как правило, вот туда. Проблемы на зоне достаточно быстро, часто прорабатываем шестеренками. Все приемы, те же, которые были на бедре, поэтому я подробно не буду останавливаться, да. Вот всякий двойной кольцевой захват, вот кулаком, да, и все уводим вот туда. Потом утюжок делаем кулаком и с подкладкой руки снизу, да, вот выжимаем, как бы вот туда. Достаточно плотно и хорошо. Немножко похоже на пощипывание, потому что я беру не мясо, да, а я беру вот именно кожу и подкожный слой. Вот. Есть еще такой прием, когда мы накрест растянули, сжали, растянули, сжали, растянули, сжали. Видите, я вот ухожу вот. Растянул, волокна сжал, растянул, сжал. Да, крестом таким получается, да. Так же вот валик катим сюда, и сюда, сюда, и сюда. От центра к периферии. И быстро, отлично, вот до покраснения все это вот доводим. То же самое, в принципе, делается и с животом спереди, да, поэтому долго не будем. С животом, пуча с собой, пуча с собой. Пуча с собой, да, давай сразу перевернемся на живот. Подушку подержем под колет, подожди, подожди, под парень. Да. Ну и закруг. Вокруг просим. Хотей тоже будет приходить. Тоже будет, да, вокруг. Собираем. Соответственно, да, когда мы делаем антисулитный массаж, ой, в смысле, висцериальный массаж, да, то все движения у нас по часовой стрелке идут, да, чтобы запустить период стальтику. Но антисулитный массаж у нас в основном с кожей работает, да, поэтому мы растираем вдоль косточек, получается, да, по косточкам стараемся не водить. Быстро-быстро поперек растираем. И те же самые движения, да, вот берем кожу, как тесто, складывающее, складываем так, да, и уходим в эту сторону, в эту сторону. Тут можно и вниз, и вверх идти уже. Если со спиной мы делали только в сторону паха, да, то тут и туда, и сюда. Также вот растираем сложные места, прямо долго-долго на одном месте до покраснения. Да. Если у кого-то прям большие бока, да, то можно вот ногу завязнуть сюда чуть-чуть, и вот, как бы вот сбоку шибаку. Да, и вот прям работать с этой зоной. Также вот эти вот выжимки, да, вот эти кулаком проходимся. И пощипывание. Терпи, потерпи, потерпи. Быстро и часто пощипывание. Некоторые делают еще так вот с подрубанием. С подрубанием. Дровосек называется. Техника дровосек. Ну да, я предупреждал, массаж болезненный, но девушки готовы ради красоты терпеть. И потом еще вот мы вводим вот так вот. И тут немножко добавляем энергетики, потому что мы как бы собираем всю вот гадость, которая там энергетически накопила живота. и выкидываем. Ну, за дверь, хотя бы вот там у нас ведро выкидываем. Тут действий принцип такой, что куда мы направляем внимание, там и работает. То есть прямо собрали все и выкинули. Ну и отдельный разговор про бедро. Берем бедро, смазываем средством ассоциалита, но я пока масло намажу. С каинским перцем, да. В общем-то, приемы все те же самые, что мы делали с бедром с той стороны, только здесь. Иначе мы... И опять вот эти вот уши, я вам говорил, да. Их так же вот очень хорошо отсюда вводим. С лимфодренажем, с выжимкой вот такой, да. Потом удобно ногу развернуть вот сюда и с этой стороны. Получается, бедро мы натираем. Далее удобно. Ну, давайте, чтобы не обходить вокруг человека с этой ногой. Итак, некоторые нюансы и дополнения всегда есть в нашей работе. Вот чтобы улучшить массаж, лимфодренаж бедра спереди, да, во-первых, каинки выше лежат, да, так расслабляются мышцы живота и у нас лимфа уже под гравитацией начинает вниз стекать, да. У нас вся лимфа идет, мы помним, от кончиков пальцев к центру тела. Но мы усиливаем этот момент таким образом, что кладем ногу себе на плечо и начинаем вот прорабатывать все это от конечностей к центру, от периферии к центру. Приемчики еще есть вот такие вот пиления, как бы туда-сюда, этой рукой, этой рукой и потом обоими руками. Вот. Гравитация нам помогает увеличить лимфоток. И мы дополнительно еще руками сжимаем, расплющивая бедро и медленно вот так вот делаем выжимку. Можно сразу две ноги. Ну давай с ту сторону ставим. На два плеча. На два плеча, да. Можно эротические моменты добавить, когда ушком на прям пальчики чешутся. Очень приятно на девушке бывает. Вот. Ну, соответственно, всеми способами выжимаем вот к паковым узлам лимфатическим и хорошим эффектом получается у нас, если девушка после этого захочет в туалет. А поскольку массаж антисулитный делается на самом деле не полчаса, как обычно, да, вот делаем полтора-два часа, то обязательно перед массажем лови с лайфхак надо дать попить стаканчик воды хотя бы там 150-200 миллилитров, да, и сигнал того, что вы сделали хорошо обязательно захочется в туалет, да, и сигнал того, что вы сделали хорошо будет покраснение и зуд, подкожно зуд такой, да, это значит, что эти клетки начинают делиться, работать там, да, вот. Так что будьте во внимании, будьте со мной, Олег Алавгутин вас еще и не такому научит. До новых встреч, дорогие друзья. пока-пока, будьте на нашем канале Альфа Топ Академики и стратегии практики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok